В стране изменилась тактика по прививанию от ковида. Вакцинация будет проводиться раз в год с сентября по декабрь с одной дозой. В первую очередь обезопасить себе должны люди с хроническими заболеваниями, пожилые, а также работники учреждений здравоохранения и те, кто находится в закрытых коллективах. В группе риска почти 70 тысяч детей и 2 миллиона взрослых. В СБР начался сбор командного состава. На первом этапе руководители военного управления, командиры и начальники воинских частей проведут ознакомительную работу с действиями спецподразделений, охраной объектов и тыловым обеспечением. Также пройдет заседание коллегии Минобороны, где подведут итоги и поставят новые задачи. С 10 декабря вводится новый график движения поездов. Между Минском областными центрами и крупными городами будет ездить более 30 составов бизнес-класса. Региональная линия эконом-класса также предусматривает курсирование более 250. БЖД, напомним, назначило 100 дополнительных единиц транспорта на ноябрьские праздники. Дороги республики оснастят специальными электронными табло. Они будут предупреждать о выходе животных на проезжую часть. Зверей будут фиксировать видеодетекторы, после чего информация появится на ближайшем экране. Проектом занимаются МВД, Минстранцы, другие организации. Управление по труду, занятости и соцзащите Бобруйского горисполкома проведет электронную ярмарку вакансий. 3 ноября с 10 до 12 часов будет представлена возможность ознакомиться с условиями организаций, нанимателями, а также отправить резюме и получить бесплатную консультацию. Такая инициатива облегчается искателям поиска работы.